Рядом с Геральтом стоял Эскель, похожий на волка, как брат-близнец, если не считать цвета волос и длинного шрама, уродующего щеку Кровь эльфов Эскель, Польск Эскел, ведьмак и друг детства Геральта Пройдя вместе с ним все испытания К.Р. Мархина, Эскель превратился в спокойного и рассудительного ведьмака и одного из представителей школы волка Не болтлив, но каждую фразу произносит, словно глаголя вселенскую истину Так же, как и его друг, он считает весь мир своим приемным отцом Предпочитает в своих путешествиях восточную часть мира, аргументируя это теплым климатом Очень крепок физически, но несколько уступает в скорости иным ведьмакам Тем не менее, силу Фудары он вкладывает колоссальную Участие в литературной саге Последнее желание Первое упоминание Эскеля Он фигурирует в воспоминаниях Геральта о детстве Кровь эльфов Эскель становится первым человеком, которого увидела Цири, придя в К.Р. Морхин с Геральтом Крепко поздоровавшись с Геральтом, он с неудовольствием отмечает, что пришедший с ведьмаком ребенок является девочкой Он приветствует пришедшую в заброшенную крепость Трис-Миригольд После случившегося конфуза с Цири, Эскель просит чародейку помочь им с девочкой Отчасти согласившись с условиями чародейки, он, вместе с другими ведьмаками, рассказывает ей о внезапных трансах Цири В течение всего срока обучения Цири в К.Р. Морхине он, как и все остальные находящиеся в крепости ведьмаки, становится ее наставником Владычица озера После уже третьего необенимого транса Цири он, выслушав Геральта и Коэна, предлагает позвать в К.Р. Морхин чародейку Ролок Эскель живет в К.Р. Морхине и является почтенным ветераном При нападении на К.Р. Морхин Весемир выбирает именно его для сражения с Химерой После успешной атаки Саламандр Эскель рассказывает Геральту, про кулачный бой Эскель устраивает бой с Геральтом, чтобы узнать насколько он забыл это боевое искусство и, по возможности, напоминает ему некоторые приемы Затем Эскель отправляется на запад, возможно в Реданию Запись в дневнике Спокойный и здравомыслящий ведьмак из К.Р. Морхина Его лицо уродует безобразный шрам Редактор субтитров А.Семкин